Добрый день! Информационная служба телерадо компании «Гомель» протягивает свою работу в эфире в студии. Для вас працует Евген Паблавец. В Беларуси начался процесс получения кандидатов в депутаты, платы представников национального схода. Вылучшать кандидатов могут политические партии, працованные коллективы и граждане. Каб собрать подписы грамадян, потенциальный кандидат, або его представник, повинны звернуться в ответную округовую выборшую комиссию для регистрации инициативной группы, у которой повинна быть не меньше 10 человек. По оперативных даденных у Гомельской области такие заявы поспели подать 27 человек. Округовые выборками региструют инициативные группы и выдают их членам посвящений и подписные листы. После этого группа начинает сбирать подписы грамадян. За промежуток времени от 3 июля по 1 августа включительно данным гражданам необходимо собрать не менее 1000 подписей избирателей, проживающих в данном округе. Подошла до завершения реконструкции автодороги М5 Минск-Гомель на участку Жлобин-Бабруйск. Зараз автомобили рухаются там по усих четырех полосах. Подробязности ведая Максим Савин. От Гомеля до Минска меньшим за трых годины даден и официйный старт руху по автодорозе М5. Участок Жлобин-Бабруйск стал опошним этапом реконструкции. Зараз автодорога М5 на всей протяглости от Гомеля до Минска отповедая первой категории. Протяглость участка Жлобин-Бабруйска маль 78 километров. Гэты проект – приклад плённого супрацовненства Беларуси и Китая. Его реализация проходила за сродки льготного кредита экспортно-импортного банка Китая. Генеральным подрядчиком была обрана компания с Поднеобесной, а работа в иконвале – белорусская дорога-будовники. Мне кажется, что это очень важное событие именно в процессе делового сотрудничества между Китаем и Беларусью. Но это очень успешный совместный проект, который мы вместе совершили. Эта дорога как визитка, и как визитка Беларусь, и как визитка нашей Китая-Беларусьского делового сотрудничества. Отсыпано больше за 6 тысяч квадратных метров земляного полотна. Покладен амаль миллион тонн асфальтобетону. Вот так коротко можно описать объём выконанных работ. Начали будовництво участка в жнею 2014-го. Завершили на два месяца ранее, чем плановали першопочатково. Сприяли доброе надворье и стабильное финансование. Львиную долю амаль 50 километров дороги побудовали специалисты Гомельского дорожно-будовничьего треста номер 2. Кажут, что опереджение графика на якости не отбилось. Есть гарантийный срок, он составляет 5 лет. Я думаю, что реально данная дорога должна прослужить как минимум 10 лет. Будовництво вялося по стандартах максимально наближенных до европейских. Выкористовывались самые сучасные технологии, у тем лико распрацованной белорусскими навыковцами, что снизило кошты, не отбилось на якости. Поставками компонентов осиповерский завод «Технониколь», а не коль отдельных компонентов, которые использовались при производстве асфальтовых сменостей. Но обитум, мозырский завод, щебень наш, белорусский. Здесь практически нет иностранных материалов. М-5 – частка трансевропейского транспортного калидора, який связывает Черное и Балтийское море. Заводом эксплуатации участка Жлобин-Бабруйск по всей протяглости от Гомеля до Минска заявилась в высокохудкосной автомагистраль. Ее пропускная сдольность выросла у разы, а это несумненный плюс у тем лико и для Гомельской области. Эта дорога даёт прекрасные возможности и для экономики, потому что позволяет быстро, качественно и безопасно перемещать как грузы, так и людей. З усих областных центров зараз только Гродно не связано со столицей высокохудкосной автомагистралью. Однако чекать засталось и недовго. Работы по реконструкции М-6 начались. Добрые дороги завсёды были визитной карткой Беларуси. А заводом устроя М-5 можно смело казать, что краина, а разом с тем и Гомельская область, значно добавили у своей экономичной и туристичной приватности. Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля означали 95-ти год для дня утворения экономичных органов Республики Беларусь. Подчас юбилейных урочистостей у городским центры культуры лепшим экономистам региона уручили гоноровые грамоты и подячные листы от Галинового министерства, областных уладов и профсоюзных организаций. Как означал, в своем дельшавальном слове наместник старшиней Гомельского облаканка Мабаляслав Перштук, ролью экономичных органов тяжко операцинить. Громадское житё напрямую залежить от финансового сектора. Бомельская область может гонориться экономичными покажиками по выниках минулой пятигодки. Так, валовый региональный продукт вырос большим на 5%, промысловая вытворчность на 9,5%, вытворчность сельгазпродукции на 14%. У экономику и социальную сферу укладено больше за 15 миллиардов долларов США инвестиций. Гэта лепши покажик Украине. Экономикой нельзя управлять, нельзя командовать. В экономике должны работать умные люди, способные анализировать ситуацию, способные предвидеть ситуацию наперёд, и планировать, и, конечно, учитывать реалии сегодняшнего дня. Для детей сегодня в вечернем эфире телеканала «Беларусь-3» у Гомеля означали международный олимпийский день. Спортивное свято отбылось на пляцовце каля ледового палаца. Не обошлось обезголовного олимпийского символу – огню. Взягу урочистого запаливания и стартовали мероприемства. Каля ледового палаца и палаца водных видов спорта разгорнулись в спортивные пляцовки. Хоккей, биатлон, футбол, лёгкая атлетика, бокс, боротьба и многое иншее. Кожный имел мощимость поспробовать свои силы в разных видах спорта и не только в тех, которые выходят в олимпийскую программу. Тут же можно было записаться и в секции. Подчас свято ушановали тех, кто уже уписал свое имя в историю олимпийского руху. Однако различного все было в первую очередь на детей – будущее беларусского спорта. Какими темпами сегодня развивается наш беларуский спорт, спорт Гомельщины. И, конечно же, они будут также стремиться его восполнять и побеждать, как и побеждают их старшие товарищи. Азначим, что до старта олимпиады Урея-Джанейра застався месяц. Спортсмены Гомельской области на дадзинный момент принесли у копилку краины 27 пропусков на Гульни. Сегодня глядите черговый выпуск программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь4». У гостя до вечернего шоу завятаются популярные беларуские артысты, у дельники знакомитого шоу «Алюр». Почас эфиру мастацкий керавник Людмила Радионова и солистка Наталья Горбачева расскажут, як народилась идея створить цыганское шоу «Из шагов все починалося». Размова пойдет и про разностайные творческие секреты и про то, як артысты знакомились с цыганской культурой. Зараз коллектив «Алюр» означает свой 13-й день народжения. В этой подеи присвечены и новый гастрольный тур. А кроме агутарки с артыстами, у студии «Доброго вечера» будет шмат песен и танцев. Нагадаем эфир программы «Добрый вечер, Гомель» глядите сёння в 19.30 на телеканале «Беларусь4». «Беларусь моя шипшина» – выстава под такой назвой открылась у Гомельским палацово-парком ансамбле. Коллекцию пейзажов и незвычайных жанучих в образов представил Олесь Суша. Сам мастак называет свой стиль реализмом, але кожная картина переносит глядача у інший неповторный свет. У творчасти Олеся значное место займают пейзажи и натюрморты. Пешотная колористыка и лёгкое зачарование – так мастак передае сокрыты природы. Але галон, надшим славится Олесь Суша, у асярод диаматрового мастацтва, гэта своими неповторными жаношными вобразами. Ещё, можно сказать, семейная мысль, потому что выховывался я четыре сестры, можно сказать, старейшими сестрами, может, и от этого ещё идея так, потому что у меня была серая работа с детсинства, я называю. Намалеванные жаншины маять прототыпи у житти, але на картинах я не выглядаяць, як дивные истоты, место, яким только у кассы. Дарэч, апынуться у свете ватшима Олеся Суши можно до конца липеня у палацова-парковом ансамбле. Гэта иншы новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomle.by На гэтом выпуск завершенный, у студии працаваў Явген Паблавец. Усяго доброго и до сустреша у эфера.